Всем привет! Вы видите и слышите Лёшу Халецкого. И меня уговорили поиграть в настольную Циву. Вот Роман, который за камерой сейчас находится. Он меня доставал в Телеграме, чтобы я приехал и сыграл таки. Его брат Дмитрий и Рита, жена Ромы. Мне уже час объясняют, как играть. До этого я смотрел видео, но, честно говоря, и в прошлый раз, и в этот я пока ещё не понимаю вообще, что происходит. Начинаем с того, что я должен буду поставить город и своих скаутов. Этим сейчас займусь. Моя столица, я за арабов играю, будет находиться вот тут. Я так решил, хотя для новичков рекомендуют вот здесь поставить, но так как я не новичок в Циве, и мне так кажется, то я решил пойти против всех правил и поставлю столицу в необычном месте. Плюс надо поставить скаута, который он же поселенец, сюда, потому что вот у меня уже он какой-то хромой падает. Пойду исследовать территорию, и Армин в другую сторону пойдёт исследовать территорию. Я надеюсь, что я в этой игре победю, хоть я и первый раз играю. Ну, а после этого сделаю для вас обзор, чтобы рассказать, как играется в настольную Циву. Я так понимаю, что... Сколько мы тут? Часов на шесть, да? Да, на шесть семь. Ужас, ужас. Я купил себе энергетик, чтобы не уснуть здесь. Правильно, хотя диван удобный, в принципе. Дима мягкий, я думаю, что нормально, нормально выживу как-нибудь. Ну, арабы в пи... А, кстати, против кого? Рим, Египет и Испания. Но арабы всех нагнут, я думаю, в итоге. Всё. Лучше всего настольную Циву, пожалуй, будет описывать через сравнение с компьютерной. А точнее, Сидмерс Цивилизейшн 5, потому что, судя по картинкам, арту в настольной игре вдохновлялись художники именно пятой цивилизации. Ну вот, представьте, вы играете в компьютерную Циву, и настаёт новый ход. Во время этого хода вы можете, там, передвигать свои юниты, потом зайти в город, поставить что-то на строительство, потом зайти в дерево технологии, выбрать, что исследовать, потом пять юниты подвигать, скаутом что-то там разведать, поторговаться с соперниками. И всё это в течение одного хода в любое время. А в настольной Циве один ход разбит на пять фаз, в течение которых вы можете делать какую-то только одну штуку. Причём некоторые фазы для всех игроков происходят одновременно, а в некоторых они должны ходить по очереди. Причём в каждом ходу очерёдность меняется. Вот в этом главное отличие и главный смысл настольной цивилизации. Давайте я вам объясню эти пять фаз. Первая фаза называется «Начало хода». В эту фазу вы можете строить новые города, их основывают разведчики, они же поселенцы, в том месте, где они находятся. Они не передвигаются, то есть вот в начале хода, там где стоит разведчик, вы можете основать город. Вообще городов всего у вас может быть три, причём в начале игры только два, и их границы не должны пересекаться. Дальше, в начале хода вы можете сменить форму правления и выбрать, в какие города разведчик отправляет свою добычу. Вот на этом первая фаза заканчивается. Начинается вторая фаза — торговля. Во-первых, игроки получают торговлю со всех своих городов. Вокруг города, вокруг клетки с городом, есть нарисованный такой значок торговли. Вот сколько в радиусе города у вас торговли есть, столько вы получаете. Торговля потом тратится либо на технологии, на открытие технологий, либо конвертируется в производство. Но это уже в следующей фазе. Пока вот на фазе торговли вы сначала получаете торговлю, а затем вы можете торговать с другими игроками. Можно меняться ресурсами, очками торговли, жетонами культуры и картами культурных событий. А также можно давать обещания, но в правилах игры чётко написано, что выполнять их совсем не обязательно. То есть вы действительно можете тут обманывать соперников. После этого начинается третья фаза. Обратите внимание, что первая фаза начала хода, она по очереди действует для всех. Вторая фаза торговля одновременно для всех. Третья фаза управления городами, опять по очереди. Так вот, в городе можно сделать одно действие из трёх доступных. В каждом городе одно действие из трёх доступных. Во-первых, что-то построить. Вы считаете, сколько производства в данном городе. Опять же, смотрите на клетки в радиусе этого города и сколько они дают производства. И строите либо здание, либо чудо света, либо армию, либо разведчика, либо юнит. Они все стоят разное количество производства. Не буду на этом останавливаться. Если вам хватает производства, то вы строите. Кроме того, если вам, например, не хватает производства, то вы можете сколько-то очков торговли обменять на производство по курсу 3 к 1. Если вы не хотите ничего строить, вы можете в этом городе собрать культуру. Если же и культуру собирать не хотите, то можете добыть ресурс. Обратите внимание, что тут либо вы что-то строите, либо что-то добываете. Ну и ресурс, естественно, если входит в радиус города. После управления городами наступает четвертая фаза — перемещение. Вот тут игроки по очереди перемещают свои фишки армии, разведчиков. Причем по диагонали ходить нельзя. И вначале фишки ходят на две клетки всего лишь. Но там в процессе изучения технологий вы можете увеличить скорость перемещения. У некоторых наций изначально скорость перемещения увеличена, например, в Испании. Армии могут исследовать хижины и деревни. Отличие хижин от деревень в том, что в деревнях всегда есть варвары. То есть исследуя деревню, вы нападаете на варвара. А разведчики просто исследуют территории, причем не могут заходить в хижины и деревни. Правда, только разведчики могут основывать города. И опять же, есть некоторые технологии, формы правления, которые позволяют либо армиям основывать города, либо разведчикам заходить в хижины и деревни. По-моему, это, кстати, республика. Правда, разведчики драться не могут вообще никак. Потому что если на них нападает армия противника, то разведчики сразу погибают. С другой стороны, вы с помощью разведчиков можете добывать ресурсы, которые находятся не на вашей территории. Если вы после фазы перемещения оставляете разведчик на каком-то ресурсе, то потом сможете этот ресурс собрать в фазу управления городами. Фаза перемещения, опять же, идет по очереди. Ну и последняя фаза исследования. Все одновременно могут изучить какую-то одну технологию. За нее надо заплатить очками торговли. Причем на изучение тратятся все очки торговли игрока. То есть, если у вас даже больше необходимого, то вы эти очки сохранить не сможете. И здесь интересно, как построено дерево технологий. Точнее, его нет. Здесь скорее пирамида технологий. Это похоже на открытие социальных политик в идеологиях в пятой циве. Вначале вы можете открыть только технологии первого уровня. Технологию второго уровня вы сможете открыть только тогда, когда у вас есть две технологии первого уровня. Ну и, соответственно, так далее. Технологию третьего уровня только когда у вас есть две технологии второго уровня. И здесь есть еще научная победа, если вы открываете технологию пятого уровня, как только вы ее открыли, значит вы победили, а так как открытие технологий происходит для всех одновременно, то победителями по науке может даже быть несколько игроков. Кстати, вот в настольную циву изначально можно было играть максимум 4 игрока, а с дополнениями 5. В данном случае мы играем с дополнением под названием Fame and Fortune, которое добавляет не только 4 новых цивилизации, арабы, испанцев, греков и индусов, но и одну из игровых механик под названием инвестиции. Здесь можно деньги инвестировать в улучшение своей нации. Ну и плюс к тому же здесь набор для пятого игрока, то есть благодаря этому дополнению можно играть в пятером, правда в данном случае мы играем в четвером. Ну давайте я вам покажу, как происходит бой в игре. Так, первая битва в настольной цивилизации, сейчас я буду аж двумя армиями в фазе нападения, в фазе походов, в фазе походов нападать на варваров, сразу две армии на две клетки ходят и против меня Рома. То есть когда ты нападаешь на варваров, то игрок, который сидит слева от тебя, против тебя играет. У меня так как две армии, я сразу четырех могу использовать, четыре карты, и я сейчас буду... Всего чеки, да? Да, сейчас я буду биться, вот Рома первый ходит. Так, я первый хожу. И выкладываю... А, я знаю, у тебя лучники сильные, да? Да, да, у меня сильные лучники. У меня лучники уже второго уровня, потому что у меня математика открыта второго уровня, и таким образом у меня уже лучники... Вот тут написано, что вот красненький, это я, я второго уровня, и у меня... Я тебе покажу вам свои, собственно, сейчас карты на данный момент. Не буду комментировать, чтобы соперник не услышал. Так, против меня выложили лучников, да? Лучники один. Против лучников может сработать копейщики, как козырь. А, кавалерия, да, кавалерия, как козырь. Собственно, я их и выкладываю. У меня всадники всего лишь единица, но так как они козырь, то они лучника мочат. Вообще без последствий для себя. Следующий ход. Ну, нужно уменьшить тебе армию, всадники. Копейщики один убивают всадники. Да. То есть, все, у меня всадники умерли. Они сброс идут или вниз потом пойдут, да? Ну, я просто подложу. Давайте просто аккуратно. Значит, против копейщиков будет хорошо работать как раз мои инженеры. Либо те же самые копейщики, да, если они сильнее. Да, если они просто больше могут выдержать один урона, то они переживут. Так, а у тебя осталось, получается, что всадники? Да. У тебя всадники, которые хорошо работают против лучников. У меня есть инженеры 4, лучше выложить инженеров 4. Почему? А, чтобы против них не сработало? Тогда их мешок не. Никак. Ну, максимальная сила, которая у меня может быть, всадники 3. Да. Но у меня на самом деле только инженеры 3. На самом деле максимум. То есть, не стоит их выкладывать, я так понимаю. Ну, вам вероятно, что у него всадники 3. Ну, в любом случае... Ну, есть шанс потерять. Но если ты просто... Когда я выкладываю копейщик. Копейщик против копейщика, тогда как у меня копейщик 2 против копейщика 1, то, соответственно, этот умирает. У него накладывается 2. Одна рана, одна рана. Ну, в общем, неважно, куда я кладусь, сюда либо сюда. Я все равно проигрываю. Давайте, допустим, я убиваюсь. Варвары безумные с этим Мелом Гибсом бегут вперед. Да, но я потерял 2 юнитов в итоге боя. И у меня, значит, одна армия будет убита. Подожди. Нет, нет. Нет? Копейщиков этих ты не теряешь. Почему? Потому что я положил всадник. Всадник, да. А, это козырь. Козырь, понял. У меня только 1 юнита, поэтому ты ничего не потерял в этом бою. Понял. Рана сбрасывается. То есть они уже... Да, рана сбрасывается. Они не ранены. И у меня 3 юнита осталось в итоге. Да. 3 юнита осталось. Я захватил эту деревеньку. Давайте глянем, что там у нас в этой деревеньке. Это шпион. Я скажу вслух. Просто это на самом деле должно быть скрыто. Но это у меня шпион. Я смогу его потом использовать каким-то образом. Могу его продать или еще что-то сделать. И все. После... Ты бы открыл еще свод законов, правильно? Да, да. И ты победил в битве. Да, значит я получаю монету. Я потом так, как араб, я смогу это инвестировать в следующий ход. Но на этом битва закончена, да? Да. Как и в компьютерной цивилизации, в настольной тоже несколько типов побед. О научной я уже упомянул. Открыть технологию 5 уровня. Победа культуры достигается, если вы на шкале культуры дойдете до конца. Причем продвигаться по культурной шкале выгодно и просто для игры. Потому что каждая клетка дает вам культурную карточку, которую вы можете использовать. А каждые шесть клеток великого человека, который выдается, правда, случайным образом, но все они очень-очень неплохи. В смысле хватило 2, 10, 14, 20, 23. 23 у меня на эти рыцари 3. Какое счастье. 16, 22. Экономическая победа достигается накоплением 15 монет, а военная захватом столицы кого-нибудь из игроков. Да-да, для военной победы не надо всех выносить, достаточно захватить только одну столицу. Абсолютно мирный коммунистический испанский интернационал. Самый мирный из всех. Использовал атомное оружие, чтобы уничтожить грязный город этих римлян. Вот этот. Что хоть за город был? Неаполь? Пускай будет Неаполь. Какая разница? Уже не важно. Неаполь больше не существует. И казарма вернулась, и люди погибли. И, в общем, все вопросы решены теперь с этим грязным играми. А, и чудеса. Мы же два чуда взорвали, кстати. Еще и два чуда. Да, да. Были уничтожены. Нет, иди, чудеса. Они же не возвращаются в путь. Ну, они просто уничтожаются. Были уничтожены Колосс, Великий Колосс и Сады Семирамиды. Как видите, разнообразие возможностей тоже очень большое. Не стоит удивляться, что в видео постоянно какие-то карты на русском языке, какие-то на английском. Дело в том, что у Романа оригинальная цивилизация на русском. То есть, эту игру локализовывали. А дополнение, дополнение уже на английском. Я думаю, оно уже есть и локализованное. Я не в курсе, честно говоря. Но, в принципе, оригинальная настольная цивилизация уже переведена на русский официально. В нее можно спокойно играть. Я думаю, вы не удивитесь, что даже к настольной цивилизации выходят патчи. Изменяются правила, изменяются карточки. Так что, прежде чем играть, зайдите на официальный сайт и почитайте, какие изменения в правилах теперь действуют в игре. Ну, Рома, объясни, что произошло. Ну, в общем, Дима, несмотря на потерю города, смог реабилитироваться. До этого, сохранив армию, он, смотря в мой один город, украл у меня технологию, которая улучшила его армию. Таким образом, сразу же, одновременно с этим он попал на мою столицу другим юнитом. И таким, ну, он, как бы, силой ему хватило, чтобы разбить меня прямо в столице за один порт. А если взята в столице хоть одного из игроков, то это сразу победа? Это военная победа мгновенная, без каких-либо оговорок. Ну, а чего тут юнит так близко от столицы стоял? Стоял, потому что окружил меня, мне нечем было с ним сражаться. Меня всю промышленность убили, анархию в столице сделали. В общем, никак совсем. Я мог бы, наверное, если бы не взрывал его город, а воспользовался атомом в верных целях, собрав армию, как-то с ним отбиться, но... Ну, вот и закончилась партия. Я сюда пришел в час дня, ну, скажем, час мне еще объясняли, вводили в курс дела. Я так приблизительно до этого уже знал кое-что. И закончили мы ровно в 7. Поэтому с 14 до 19 это 5 часов партия действительно шла. И то она довольно, ну, так сказать, немножко быстровато закончилась. Тут еще можно было многим чем заняться. Так что, в принципе, если вы захотите играть вот в компании, там, в 4 человека, тем более, что тут трое уже прошаренные были, которые быстро соображали, что делать, в отличие от меня, то закладывайте часов в 6. Это обычная такая вот партия, действительно, и вот такой стол обязательно приобретите. Это еще маленький, я так понимаю, не все вместилось для 4-х человек. Но, в принципе, если вы играли в какую-то из цивилизаций, ну, все в пятую, потому что тут видно арт вот из пятой цивилизации, но некоторые механики другие, то довольно быстро врубаешься, что тут происходит. И, я думаю, уже в следующую партию, если я буду играть, то я соображу много быстрее, что тут делается. Но, в принципе, тут очень много вариантов, большая глубина. И для тех, еще раз повторю, кто играл в цивилизации на компьютере, порог вхождения низок. Тут быстро соображаешь, что надо делать. Но лучше, конечно, найдите, вот как в моем случае, тех людей, которые уже в игре разобрались и быстро вас введут в курс дела. Вы, следя за тем, что они делают, вы намного быстрее начнете играть. Самому разбираться, мне кажется, тут все-таки будет сложновато. Ну, на этом все. Вы видели и слышали Лешу Халецкого, Рому, Диму с победой и Риту. Играйте в умные игры, и вот одна из таких достольная цива. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok